Приветствую, друзья! Вы на канале Голчонка Диаева и сегодня будем создавать картину. Рисовать я буду краской PBL Prisma. Очень интересный эффект получается. После высыхания появляется дополнительный рисунок. Причем у каждого цвета получается свой неповторимый рисунок. Немного феном распиляю краску. И уже сейчас можно видеть, какой появляется рисунок. Все четыре цвета, что я использую, это все одна и та же краска. Но, как я и говорила, рисунок у каждой из них свой неповторимый. В принципе, призма этим и славится. Правда, запах от нее жуткий и краска сохнет долго. Рисуем так, как вам хочется. По диагонали, прямые линии, горизонтальные, вертикальные. И суть не в этом. Вся суть данной картины будет в украшении ее, в дополнительном декоре. Черная это тоже PBL. Но здесь я не стала феном распылять ее. Я при помощи губки растираю и делаю с одного угла фон. Добавила пигментов золотых, всплывающих. Смотрите, черная тоже уже начала расходиться на ячейки, на круги. Добавила битого перламутра. Он дает дополнительное очарование данной картине. И, конечно же, блестки. Мои любимые мелкие блестки, которые просто нереально сверкают. А теперь в ход идет зеркала. Зеркальные пластины. Сначала в шахматном порядке их выстраиваю. Потом более мелкие зеркала по диагонали. Помимо того, что я добавила зеркала, снизу картины вы можете видеть, что я добавила кристаллов из эпоксидки. Теперь осталось снять пленку из зеркал, чтобы они сверкали. И вуаля! Посмотрите, какая интересная картина уже получилась. Но я решила добавить грибочков. Вы уже видели, как я декорировала зеркало грибами. А это уже продолжение. Приклеиваю на горячий клей грибочки и вазочки для сухоцветов. Смотрите, как здорово получается. Как зеркала отображают декор. Добавляю вазочки. И необыкновенная картина готова. Можно всю эту красоту залить эпоксидкой. Тогда и никакая влага будет не страшна. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до новых идей и новых встреч. Пока-пока.